Субтитры сделал DimaTorzok Реально прям в какой-то год подошли, посмотрели на очередь, развернулись и пошли обратно. В общем, может быть, на момент просмотра этого видео уже действует каталог, может быть, он прошел, вы просто зашли сводчи посмотреть. Я отложила три оттеночка, которые есть в каталоге. Сейчас вы их видели на фоточке, помеченные стикерами, пальчиками. И чуть-чуть из серии Склир, что у меня вообще есть. Ну, давайте сразу. Восторженный крик души, немножко из-за хриплости не получится. Но реально, за сколько уже с 2017 года натикало, я посчитала, испугалась, сколько я знакома с продукцией марки Фаберлик. У меня очень быстро и стойко сложилось впечатление, что в плане теней Фаберлик осторожно крадется в конце паровоза. Так, чтобы точно не прогадать, запустить что-нибудь, что его Фаберличье аудитории зайдет и будет раскуплено. А вот что-то раз такое эдакое, модное, стильное, молодежное пробует как-то очень боязливо, не очень успешно из-за этой боязливости. И как-то вот не надо на сухие тени Фаберлик кидаться, если хочется чего-то прям вау. Но я сама не заметила, как со всяких распродаж у меня собралось 6 рефилов, именно поэтому вот этих трех цветов уже нет. А вот эти три цвета вот еще в каталоге. И Frost Cloud Eyeshadow, знаете, они очень современные по текстуре. То есть вот это может быть просто вот обалденным золотистым хайлайтером на лето. Да, никакого распадания на отдельные блестки. Не знаю, стоит сводчить кисточкой. Я вот тут чистую подготовила. Давайте вот тут с этой стороны кисточкой нанесем. Растушевывается кистью прям вообще в волшебную золотую пыль. О, у меня камера хорошо схватила его. Можно шикарно наслоить. И текстура просто обалденная. На любую базу дает прям практически металл. Не самый металлистый металл, который я видела, но у меня много разных. Так, это Frost Cloud 6879, а это 6881. Он там самый верхний. Вот, это следующий за ним. Это уже такой по-бронзовее антенок. Тоже в бронзовость такую светлую он накладывается. Такой может быть бронзер-хайлайтер на лето для белоснежек. Или вот такая вау-тень. Он классный. 6879. В общем, эти два цвета в качестве хайлайтеров к лету. А вот это 6766. Это для тех, кто не закупил себе серию таупов. И вообще здесь, знаете, смотрите, какой пепельный оттенок. Вот белоснежки. И все, кто, как я, холодного цветотипа. Вот, если у вас нет многолетнего запаса продуктов, как у меня, вы это видите, эту шикарную тень? И тут реально обалденная современная текстура. 6766. Вот просто рекомендую в качестве скульптурирующего оттенка круглый год. Вообще из него никакой рыжины не выходит, как не растягивай. Просто в тень тушуется. И в складку, и под скулу, и на скулу, и куда хотите. Отличная вот именно тень, чтобы создать эффект затенения, скрадывания объема. То есть нависшая века. Это ямочки скуловые, повторяю, 6766. Вот реально. Вот это Фаберлик угадал запросы. Шикарный цвет. Я подумаю, может быть, вот такой. У меня, конечно, запас теней огромный. Ой, просто огромный. Но я не знаю, может быть, не удержусь. Вот такой рефил возьму еще один. А может быть, поступлю как с пудрами. Я сейчас разворотила свои запасы. И просто сфотографировала, сколько я увлеклась из корзин подружки, из прочих таких мест покупками пудр в запас. Что называется, пока не сняли с производства, пока не подорожало, пока мега шикарная акция. И в итоге, если честно, я сама обалдела. Я знала, что у меня не меньше, чем на год и на меня, и на маму, и на тетю запас пудр. Ну что, настолько он прям основательный. Просто вот. Я сама обалдела. Вставлю вам в конце. Это не цвет. Это просто я была поражена. Я сказала, вау. Это фаберлик так тянется. Просто сухим пальцем по сухой руке. Чтобы вы понимали. Вот. Очень жаль, что этого цвета нет. Это Glitter Cloud Eyeshadow. Там в конце списка два цвета из этой коллекции. И их у меня нет. Поэтому тоже. Вот тени маньяк в душе бушуют. Я очень много классных теней купила. Я зареклась в этом году палетки покупать. Этот немного дуахромит. Это вот у фаберлика был дуахром. И сам фаберлик. И многие обзорщики продукции. Видимо, тоже, как я, неверящий, что у фаберлика могут быть модные, крутые цвета. Они это пропустили. Вот дуахром был. Он был 6, 8, 8, 4. Может, мигнет где-то на распродаже тоже. Вот как он набирается. Ну, кстати, вот этот розовый с отливым золотом. Я бы не сказала, что это дуахром. Дуахром еще есть частички в базе. А этот прям вот как дуахром в зелень. Вот вообще, вот у меня есть сейчас и Тарт, и Баум, и Визиарт. От Визиарт у меня есть дуахромы. Тарт сделал такие очень суперметаллические. Ну, носибельные дуахромы. Бернович есть у меня дуахромы. Деланси у меня есть дуахромы. Ну, всякие фокалюра и мэджики, они в хлопьях. И прочие. А шеры их не будем считать. В общем, знаете, это вполне достойно. Слушайте, как я могла забыть. У меня фокалюр шикарный, да, хромы. И вот еще Glitter Cloud. Это такой темный, такой специфический. Оттенок. Здесь мерцающие, эти меняющие цвет частички загнали в холодную темно-коричневую базу. У меня появилась идея достать свои темно-коричневые и свои всякие слюды. Их попробовать посмешивать на досуге. Осталось досуг завести. И все будет. В общем, вот такие крутые оттенки были. Вот этих трех, к сожалению, сейчас в каталоге нет. Это я вам просто хвастаюсь. И если что, смотрите на распродажи. 6, 7, 7, 0. Это вот такой интересный темный. 5, 8, 8, 0. Это любовь, печаль многих. Это розовый с золотым отливом. 6, 8, 8, 8, 4. Это дуахром, похожий на очень многие дуахромы многих серий с зеленцой беж. Золото, зелень и такие какие-то оранжевые искры еще вылетают из него. Из коричневого, кстати, золота в розовый вылетают искры. Не знаю, как камера это схватит или нет. Вот, что могу сказать, на тушь из этой серии очень-очень много хороших отзывов. И на запеченную пудру много отзывов. По поводу кабуки от Фиберлик. Да, у меня был обиженный крик души, когда я ее достала из запасов начать пользоваться. И ба-бах на меня такой сразу пучок волос из нее вылез. Я была расстроена. Сейчас пытаюсь ей пользоваться, волосы продолжают лезть. Но, судя по тому, что YouTube и прочие сети с жалобами на эту кабуки не завалены, наверное, по акции можно брать. Вот тени классные, вряд ли запеченный бронзер и пудра там неудачные. Я не буду брать, только потому что я обалдела от своих запасов. Тинт-сыворотка. Ну, я из запаса своих тональных средств и консилеров сфоткала. Причем это только запасы. А у меня еще открытых тюбиков до конца этого года мне однозначно хватит. Я вот смотрю на то, что у меня открыто в использовании. Я понимаю, что горшочек не вари, мне больше не надо. Я добавлю туда вот это Unisex BB Tint с прекрасным составом ESPF 15. Я пока не знаю, как я его буду использовать. Я его не глядя схватила. Ой, он у меня очень долго лежал. Его хватало по распродаже. Вот такой вообще немой оттенок. Но я попробую что-то сделать, потому что, видите, он в такой нарисованный загар расползается. И вообще как будто ничего нет. Вот Unisex Tint. Что и для мальчиков, и для девочек. Загар рисовать. То, что он у меня чуть-чуть расслоился. Но это надо думать, когда что-то покупаешь уже по распродаже. Может быть, по истекшим срокам годности. Вот эти куча двоек, что они символизируют, я уже забыла на шве. Ну, совершенно точно брала за какие-то три копейки, не глядя на цвет. Этот нарисованный загар, вот сейчас камера его вообще не показывает. Я вот попробую дойти до туалетного столика. Мне сегодня особенно не надо никого, кроме себя, впечатлять и поражать своим внешним видом. Я его нанесу и возьму себе эту линию на заметку. Потому что у меня очень плотные какие-то тональные солнцезащитные текстуры в запасах обнаружились. А это SPF 15. И вот сейчас я его не вижу, не слышу. И абсолютно страшно темный загар под мою абсолютно белую светлую руку. Очень белую. Я очень давно этой стороной не попадала под солнце. Я все прошлое лето вот так вот катала коляску. И вот эта часть руки у меня абсолютно была не загоревшая. И вот видите, никаких жестких границ. Я просто при вас рукой размазала. Так что фуберлик в этом плане достойно шагнул. Я пойду пробовать. Уже солнце включили. Может быть, по-быстрому я вот эту как раз текстуру изведу. Тут его немного болтается. Сколько тут его миллилитров? 30 миллилитров? Ой, 100% отдых написано. Класс. И весенний такой тюбик. Очень здорово, что я порылась в запасах. Навела порядок. Сложила все аккуратно. Сейчас вы оцените масштаб моей захомяченности. Так что постараюсь покупать только либо очень нужное, либо очень желанное. Вам искренне желаю, чтобы выбор косметики и вопрос, куда ее сложить, были самыми большими проблемами в вашей жизни. Прекрасной весны. Веселой подготовки к лету. И пусть у нас всегда в душе будет солнце и хорошая погода. Отличных покупок. Классного настроения. Вот такие тени. Советую. Пока-пока. Итого. 21 компактная сухая пудра. Плюс 4 рассыпухи. И вот можете посчитать тоны и консилеры. 12 позиций получилось. Это вам еще страничка из каталога. И снова до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok